Прозрачности на этих выборах, можно сказать, возведен в степень. Ему подчинено все, в том числе и оснащение избирательных участков. В этом убедился наш корреспондент Родион Маринчев. Избирательный участок можно сравнить с аквариумом. Все прозрачно, все на виду. У него отличный аппетит, крепкий желудок и безупречное зрение. Он считывает и глотает лишь правильно заполненные, неповрежденные и непомятые бюллетени. И только по одной штуке. Имя ему КОИБ. Аббревиатура КОИБ уже довольно прочно вошла в нашу жизнь. Комплекс для обработки избирательных бюллетеней. Так называется вот этот аппарат. В обиходе электронная урна, детище московской Бауманки. Именно это устройство должно обеспечить прозрачность выборов, как в прямом, так и в переносном смысле. В память КОИБа заранее вводятся данные обо всех кандидатах, в том числе порядок расположения фамилий в бюллетене. В предыдущей модели информацию загружали с флеш-карты. Теперь же, помимо флешек, есть и более надежный способ. Через сканер проводят листы с QR-кодами, в которых зашифрованы эти сведения. КОИБ считает каждый бюллетень в тот момент, когда его опускают в урну. После закрытия участка протокол с результатом подсчета автоматически отправляется в федеральную электронную систему ГАЗ-выборы и одновременно распечатывается на принтере. То есть на автомат никак нельзя воздействовать, уверяют разработчики. Если я хочу провести какие-то махинации с устройством самим, то есть здесь у меня тоже нет доступа? Вот это вот тоже не будет открываться? Доступа нет, да. Тут тоже вот, вы видите, есть проушина для пломбы и, соответственно, держатель. Так что доступа туда тоже вы не имеете. Ну, в случае, если вдруг вы каким-то образом незаметно сорвали все пломбы и вбросили туда бюллетень между крышкой и накопителем, все равно этот бюллетень не пройдет через сканер и, соответственно, не будет посчитан. Новенькие Куибы могут работать в самых суровых условиях, выдерживают сильную жару или мороз. И даже во время перевозки повредить их трудно. Это сканер в транспортной таре. Тара ударопрочная, влагонепроницаемая, позволяет, вот видите, встать на нее попрыгать. По всей стране установлено почти 13 тысяч электронных урн. Для сравнения, на прошлых президентских выборах было вдвое меньше. При том, что из дракных участков всего 95 тысяч, получается, сейчас Куибами оборудован примерно каждый седьмой. Удовольствие это все-таки не дешевое. От на урна обходится в 200 тысяч рублей. Но дело того стоит. Согласно социологическим данным, две трети граждан уверены, что выборы пройдут честно, открыто, гласно, конкурентно. Мы видим, что ЦИК, значит, уверенно держит курс на, значит, оснащение Каибами как можно большего числа участков в перспективе и всех. Там, где нет электронных урн, ставят обыкновенные, но и они сейчас тоже все прозрачные, как вот на этом типичном избирательном участке в Москве. Так что и здесь любой бюллетень, который упадет вниз, обязательно будет виден. Причем не только тем, кто находится рядом. Голосование в этой московской школе можно наблюдать и с любой точки мира. Здесь установлены две веб-камеры, так что под обзором каждый угол. Четырехмегапиксельная камера вещает в эфир, она в разрешении 640 на 480 для обеспечения видеопотока, позволяющего передавать бесперерывную передачу сигнала по сети интернет. Андрей, ну вот, допустим, вот такой вот листок. Можем мы разглядеть, что на нем написано благодаря такой камере? В принципе, да. Камеры стоят на участках, которые охватывают 80% избирателей в стране. При этом впервые во всех тиках. Запись ведется со звуком и не останавливается, даже если во время трансляции вдруг пропал интернет. Для того, чтобы побывать на участке виртуально, нужно зарегистрироваться на сайте нашвыбор2018.рф. Достаточно номера мобильного телефона или электронной почты. Регистрация необходима для защиты от хакеров. Вот как это отображается. Точка на Яндекс.Картах, то есть видеоизображение, все реквизиты участка здесь имеются. После этого можно смотреть, как, например, голосуют друзья или родственники. Избиратель у нас 2505 человек, и я надеюсь, что полный состав к нам придет. Учительница русского и давний работник участковой избирательной комиссии Светлана Лебедева каждый раз обязательно видит на участке своих недавних учеников. Готова провести ликбет для тех, кто голосует впервые. Человек заходит сюда, закрывается, осуществляет право выбора, открывает, идет, кладет бюллетень. Схитрить будет трудно еще и потому, что наблюдателей в этот раз больше, чем когда-либо. По сравнению с прошлыми выборами появилось несколько пулов неправительственных организаций, которые занимаются мониторингом выборов, работой с жалобами и обращениями граждан. Вот он, наша эмблема, компас за чистые выборы. У нас здесь будет объединенный ситуационный центр совместно с организациями, которые также входят в национально-общественный мониторинг. Россия выбирает группу 32. Общероссийское движение за чистые выборы начиналось 6 лет назад, накануне прошлой президентской гонки. За эти годы выросла в довольно солидную организацию наблюдателей. Сейчас принимают участие совершенно разные возрастные группы населения, в том числе и некоторые у нас есть наблюдатели 50-60 года рождения. Также и очень молодые ребята, которым исполнилось только накануне 18 лет. В этот зал стекается информация от наблюдателей со всей страны. Связь держат по телефону, скайпу и через специальный интернет-портал. Наше достояние – это карта сообщений, которая позволяет отслеживать, где какие сообщения появляются у нас. Выборы высоких технологий. Так можно назвать сегодняшнюю кампанию. На мониторе избирательной участки – как на ладони. Родион Малиничев, Александр Зазури, Михаил Артемов, Роман Демидов, Анатолий Романов и Ксения Хворых. Программа «Вместе». Россия. Москва.